Нахимов Павел Степанович, российский флотоводец, герой Севастопольской обороны, времен Крымской войны. Павел Степанович Нахимов родился в селе Городок, Смоленской губернии, Вяземского уезда, 23 июня 1802 года. Его отец Степан Михайлович, секунд майор, впоследствии уездный предводитель дворянства, имел 11 детей, из которых 6 в детстве скончались. Все оставшиеся выживших Николай, Платон, Иван, Павел и Сергей воспитывались в морском кадетском корпусе и впоследствии служили во флоте. Павел Степанович был определен в кадетский корпус 3 мая 1815 года. Во времена своего прибытия в корпусе он совершал практическое плавание по Балтийскому морю, на бригах Симеон и Анна и Феникс. На Фениксе под командованием одного из лучших морских офицеров того времени, Дахтурова, в числе немногих лучших учеников, назначенный на бриг по воле государя, посетил берега Дании и Швеции. Нахимов окончил корпус в 1818 году, 6 по выпуску, и тогда же 9 февраля был произведен мичман и зачислен на службу во второй флотский экипаж. Весь 1819 год Нахимов служил со своим экипажем в Петербурге, в 1820 году плавал по Балтике на тендере Янус, а в 1821 году был отправлен сухим путем в Архангельск, в команду строившегося там корабля. Из Архангельска он вскоре был вызван обратно в Петербург и назначен на фрегат Крейсер. Начальником экспедиции и командиром Крейсера был капитан второго ранга Михаил Петрович Лазарев, знаменитый по следствии адмирал, под руководством которого произошло становление многих славных русских моряков. Крейсер предназначался для охранения российско-американских колоний, а Ладога для доставления грузов в Камчатку и колонии. С 17 августа 1822 года Крейсер вышел из Кронштадта и, посетив порты Копенгагена и Порсмунда, совершив зимой от 1823 года плавание Сан-Франциско для возобновления припасов и оставаясь затем у колонии до половины октября 1824 года. Крейсер был сменен прибывшим из России Шлюпан, предприятие, обогнул мыс Горм, несколько задержался Бразилии и прибыл в Кронштадт 5 августа 1825 года. Трехлетнее кругосветное плавание под начальством Лазарева принесло в 1823 году Нахимову чин лейтенанта, а по окончанию экспедиции орден Святого Владимира 4 степени. Воспитало в нем качество прекрасного моряка, сблизило его с Лазаревым, оценившим дарование подчиненного и наставлявшим его для дальнейшей службы во флоте. Всю последующую свою службу Нахимов находился под руководством Лазарева до самой кончины адмирала, то есть до 1851 года. По окончанию кругосветной экспедиции Нахимов в том же 1825 году получил назначение в Архангельск, откуда в следующем году пошел в Кронштадт, на 74-м пушечном корабле Азов под командованием Лазарева. Нахимов по-прежнему служил на Азове под командованием Михаила Лазарева. Когда флагман принял активное участие в знаменитом Новоринском сражении, флагманский корабль русской эскадры уничтожил 5 турецких кораблей, в том числе фрегат, командующего турецким флотом. Получил при этом 153 попадания. Во время Новоринской битвы на Азове проявили себя будущие российские флотоводцы, герои Синополя и Севастопольской обороны. Лейтенант Павел Степанович Нахимов, митчман Владимир Алексеевич Корниелов, гордимарин Владимир Иванович Истомин. За боевые подвиги в сражении линейному кораблю Азов впервые в русском флоте был присвоен кормовой георгиевский флаг. Щедрые награды царя были розданы и храбрым морякам. Нахимов, особо отличившийся в бою, был произведен капитан-лейтенантой и награжден орденом Святого Георгия IV степени и греческим орденом Спасителя. Весь 1828 год Нахимов провел на дальних походах, а в следующем году был назначен командиром 16-ти пушечного корвета Наварин, трофейным турецким кораблем, носившего имя Насабих Сабах. В мае 1830 года на этом корвете Нахимов возвратился в состав экскадры Лазарева в Кронштадт и на нем же крейсировал по Балтийскому морю в кампании 1831 года. В 1838 году Нахимов состоял членом комитета, учрежденного целью предохранения Кронштадта от появившейся к тогда холерной эпидемии и вскоре получив командование фрегат Палладу, заложенной на Ахтидской верфи. Нахимов лично следил за постройкой этого корабля и ввел на нем некоторые впервые примененные усовершенствования. На новом фрегате Нахимов крейсировал по Балтике в 1833 году. Во время плавания он лично проверял правильность хода корабля, шедшего в строй экскадры. Первый обнаружил в одной из ночей неправильность курса и поднял сигнал «Эскадра идет в опасности». Суда быстро изменили курс, но передовой корабль «Арсис», не рассмотревший сигнала Нахимова, наскочил на камни и едва не затонул. В январе 1834 года Нахимов был переведен в Черноморский флот, перешедший тогда под командованием вице-адмирала Лазарева и назначен командиром 41-го флотского экипажа. 30 августа того же года он был произведен в капитаны 2-го ранга, а в 1836 получил под командование строившийся линейный корабль «Селистрия». На Селистрии же совершались обычные практические плавания. Получил он 6 декабря 1837 года чин капитана 1-го ранга. Непрерывное многолетнее плавание, различные лишения, связанные с крейсерством в дальних морях и при переходах через океаны, участие в боевых действиях и неусыпанные труды подорвали здоровье Нахимова. Презирая всякие его неудобства жизни, мало обращая внимания на советы докторов, он пренебрегал с зачастками болезней, вскоре принявших угрожающий характер. Радикальное лечение сделалось для него прямой необходимости, и он должен был расстаться на время с родной стихией. По ходатайству начальника главноморского штаба, князя Меньшикова, Нахима был уволен в октябре 1838 года с сокращением содержания за границу. Ей пробыл 11 месяцев. Оправившись от недухов, Нахима вновь вступил в командование Селистрии. Участвовал в ней в 1840 году в перевозке сухопутных войск к черноморским берегам Кавказа и содействовал истреблению контрабандного судна, за что был отмечен императором. В 1841-1945 годах он провел в крейсерстве по Черному морю в Севастополе, оказав 30 августа 1844 года помощь Головинскому укреплению, осажденному горцами, за что вновь был удостоен высочайшего благоволения. 13 сентября 1845 года Нахима был произведен контр-адмирала с назначением командира 1-й бригады и 4-й флотистской дивизии. До 1852 года включительно он плавал по Черному морю. 30 марта 1952 назначен командующим 5-й флотской дивизии. Он поднял свой флаг на корабле 12 апостолов, а 2 октября того же года был произведен вице-адмиралы с утверждением в должности. 13 сентября 1953 года с началом Крысской войны в Севастополе было получено приказание из Петербурга немедленно перевезти в Анаклию 13-ю пехотную дивизию с двумя легкими батареями. Всего 16 тысяч человек и 800 лошадей. При соответственном количестве войсковых грузов тяжелое поручение это было возложено на вице-адмирала Нахимова и выполнено им блестяще. Флот под его командой изготовился к плаванию и принял десант 4 дня, а через 7 дней, то есть 24 сентября войска были высажены на Кавказский берег. С Кавказского берега флот немедленно вернулся в Севастополь. А 11 октября, еще не зная об объявлении войны, Нахимова вышла в море с эскадрой. Нахимову была дана инструкция отражать, но не атаковать. 1 ноября к Нахимову на пароходе Владимиров прибыл начальник штаба Черноморского флота Корнилов и привез манифест о войне. Прошло еще несколько дней, погода ухудшалась и 8 ноября разразилась буря. Линейные корабли Святослав и Храбрый, Фреград Коварна и пароход Бессарабия потерпели столь сильные аварии, что их пришлось отправить для починки в Севастополь. Нахимов остался с тремя кораблями, но крейсерство не прекратил. 18 ноября береговые артиллерии турок открыли огонь. Бой продолжался главным образом с береговых батарей. Турецкие военные суда, выправившись на берег, были в самом бедственном положении. Транспортные и купеческие суда затонули от ядер. Вскоре вражеские фрегаты начали взрываться. Огонь передался на городские постройки и возник сильный пожар. В пятом часу вечера все было кончено. Весь турецкий флот, кроме парохода Таифа, уничтожен. Разрушенные батареи безмолвствовали. Уже к ночи 22 ноября победители уходили на рейд Севастополя. Император пожаловал на Химов орден Святого Георгия Второй степени. 23 декабря англо-французский флот общей силой 89 боевых кораблей, в их числе 54 парохода, вошел в Черное море. Обратил Варну в свою морскую базу и стал снаряжать там огромный десант с явной угрозой Крыму. Союзники выслали в открытое море сильные отряды, которые не замедлили прекратить движение торговых судов вдоль русских берегов. Русский парусный черноморский флот, значительно уступавший вражескому по численности и в особенности по качеству, был обречен на пассивную деятельность. 9 апреля союзники бомбардировали Одессу, а 2 сентября в Юпатории высадилась союзная армия. 28 тысяч французских, 27 тысяч англичанских и 7 тысяч турок с соответственным количеством полевых артиллерий и 114 осадными орудиями. В тот час по высадке англичане и французы двинулись к Севастополю. Севастополь к началу восточной битве был укреплен довольно сильно с морской стороны. Ход на рейд обстреливался восьми батареями. По флоту, подходящему к Севастополю, могли действовать только крайние батареи. После неудачного для нас сражения 8 сентября на реке Альмы, где союзная 62-тысячная армия была встречена 34 тысячными нашими войск, князь Александр Меньшиков отступил к Бахчисараев, поручил временное заведование обороны южной стороне Севастополя на Химово, а север на Корнилово. Союзники, поступавшие к Севастополю севера, осведомившись у татар о полной необороноспособности южной стороны, переменили первоначальный план, обосновались в Камышевской и Балакадской бухтах, намеревавших штурмовать город с юга. Но к этому времени на южной стороне деятельными усилиями Нахимова, Корнилова и Тотлинбеда уже была возведена линия укреплений. Неприятель не отважился на атаку открытой силой и приступил к правильной осаде крепости. Считая невозможным такими силами отстоять Севастополь, Нахимово после решения Меньшиков отвергнуть Корниловский план вступления с неприятельным в морской бой, принял меры к затоплению судов, своей эскадры, дабы не отдать их врагу и пересечь доступ к вражескому флоту на рейд. 5 октября, день первого бомбардирования Севастополя. Тучи ядер и бомб посыпались на бастионы, которые спешно были насыпаны, плохо сопротивлялись неприятельским снарядам. Самый сильный бой разыгрался на Малаховом Кургане и на пятом бастионе. На первый направился Корнилов, на второй Нахимов. Переходя от орудия к орудию, Нахимов сам наводил пушки, давал советы, следил за полетом снарядом, ободрял сердца защитников крепости. Презирая всякую опасность, он сам чуть не погиб в начале боя. Как известно, в начале обороны Севастополя Павел Степанович занимал скромную должность начальника морских команд на южной стороне. В этой должности 11 января 1855 года он был награжден орденом Белого Орла. 1 февраля Нахимов был назначен помощником, начальника Севастопольского гарнизона. Назначение это не открыло. С 18 февраля Нахимов временно исполнял должность начальника гарнизона из-за отъезда князя Меншикова. 27 марта он был произведен в Адмиралы. Ночь на 27 мая во время штурмов французов на Редуты, за Келен Балкой и на Камчатской Люнет, Павел Степанович подвергся большой опасности. Прибывший с вечера на Камчатку и личный руководив отражения штурма, адмирал, выделившись своими эпалетами и мощной фигурой, чуть бы то не попал в плен. Матросы буквально вырвали из рук неприятеля. 28 июня Нахимов, объезжая оборонительную линию, направился на третий бастион, а оттуда на Малахов курган. Поднявшись на банкет батареи впереди башни, он начал рассматривать зрительную трубу неприятельские работы. Стоять совершенно открыто и резко выделяясь от свиты в черном свете, своего сюртука и золотыми эпалетами, Павел Степанович не замедлил обратиться в цель для французских штуцерников. Напрасно сопровождавшие адмирала офицера умоляли его сойти с банкета. Первая пуля попала в земляной мешок, а вторая прямо в лоб, над левым глазом, и наискось пробила череп. Адмирал упал без чувств, на руки сопровождающих его и тотчас был отнесен на перевязочный пункт Малахова кургана. Когда ему спрыснули лоб и грудь водой, он очнулся, что-то проговорил, но что именно разобрать было трудно. После перевязки его понесли на простых солдатских носилках, в Аполлонову балку, а оттуда на шлюпке на северную сторону. Всю дорогу Нахимов был в сознании и что-то шептал, но в госпитальном бараке вновь лишился чувств. У постели тяжелораненного собрались все врачи гарнизона, и на следующий день адмиралу стало как будто лучше. Павел Степанович шевелился, рукой дотрагивался до повязки на голове, а на попытке ему в этом помешать возражал. Эх боже мой, что за вздор! Это были единственные слова, разобранные окружающими. 30 июня в 11.00 адмирала Нахимова не стало. Еще при начале обороны Севастополя Нахимов и Корнилов изъявили желание быть погребенной в склепе, где покоился прах Лазарева, то есть на городской стороне, близ библиотеки. Место тогда оставалось в склепе на две могилы. Одну занял Корнилов, другую Нахимов уступил для погребления праха Истомина. Однако друзья-сослуживцы нашли возможность исполнить волю покойного. Что касается личной жизни, то Павел Степанович женат не был. Вот такую жизнь прошел герой Крымской войны и обороны Севастополя Павел Степанович Нахимов. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и до скорой встречи.